Все просто. Употреблять в пищу товарный мед я опасаюсь. И мои опасения делятся на две части. Всем известно, что после проникновения к нам клеща ворова, популяция дикой медоносной пчелы резко сократилась. И чтобы сохранить своих пчел, пчеловоды начали применять против клеща яды группы акрицидов, такие как аметрас. По сути это яд, убивающий насекомых. Только клеща он убивает раньше, чем погибнет пчела. Для человека аметрас тоже смертелен. Поэтому я его не применяю, что радикально сложнее для меня пчеловодство и многократно повышает для меня себестоимость меда. В лучшие годы товарный мед пчеловоды сдают от ТВК по 2 доллара за килограмм. Я не верю, что в банке меда, купленной в магазине, нет аметраса. И это половина проблемы. Вторая трудность в том, что я не готов есть мед с медоносов, собранных на земле с современным, прогрессивным, рентабельным сельским хозяйством. Там, где сажают поля подсолнечника, гречихи, рапса и применяют пестициды, инсектициды, ускорители роста и прочую химию для сохранения и увеличения урожая. Всем известно, что если пасеки откочевать на цветущее поле, где в это время применили химию, то пчелы погибнут. Но нектар с обработанной от травой полей они соберут. И есть мед из этого нектара я бы не хотел. Конечно, мой друг пчеловод Костя Винтер всегда с радостью продаст в первую очередь мне свой мед. Я знаю, что аметрас он не применяет, а полей вокруг его фермы нет. Мы с ним считали себестоимость его меда, и получается, что продает он мед себе в убыток. Долго это продолжаться не может. Значит, сегодня его пасека есть, а завтра нет. А кушать хочется всегда. Я верю, что если что-то хочешь, то сделай это сам. Поэтому я пчеловод и хочу поделиться с вами приемами именно нетоварного производства меда. Братья товарные пчеловоды, не бронитесь на меня в комментариях за то, что я раскрыл этот секрет. Уверяю вас, эта огласка никак вам не навредит. И если навредит, то только спекулянтам-перекупщикам, а не производителям меда. В окрестностях моего поселка со времен Советского Союза сельского хозяйства не осталось. И в этом аспекте я почти не опасаюсь за качество своего меда.